Прежде всего это счастье, конечно же, понимать, что достиг той цели, зачем ты сюда приезжал, правильно, зачем ты провел около 80 игр, зачем было проделано столько работы, и что это было все не зря, и мне кажется, больше всего это было эмоции и счастье, того, что мы сделали. Какая-то была внутренняя уверенность, что именно мы больше достойны этого титула, мне кажется, не знаю, но было уверенно, явно, что мы должны его взять, явно не Донецк, хотя и Донецк, многие давали им предпочтение, и по игре они лучше выглядели, или где-то какой-то легкий фарт, как говорится, легкий, вот это вот, чего не хватает в конце обычно моим командам, оно было на нашей стороне. Сейчас закончен сезон, это самое главное, мы будем отдыхать, спустя месяц уже начнем работать, защищать нашу страну. Как планируете выступать на Евро? Хорошо, а смысл туда ехать, если выступать туда плохо, нет смысла туда ехать. Будем выдавать максимум, на что мы можем быть способны, на что позволит наш личный уровень мастерства, будем стараться показывать лучшие свои стороны. А как вы относитесь к идее Евробаскета в 2015? Это еще далеко, но все равно, согласитесь, это тоже приятно, что в нашей стране будет Евробаскет, я думаю, это большой плюс, как для страны, так и для отечественного баскетбола, и относишься к этому положительно. Кто вас первым из родных поздравил с победой, и как будете отмечать? Конечно, это родители, кто может еще поздравить, отмечать будем, отмечали вчера уже неплохо довольно в Донецке, сегодня продолжение. Пока чемпионы, наверное, надо гулять не каждый день, это чемпион страхный по баскетболу, правильно? Будем отмечать, насколько хватит здоровья, как говорится. Для этого не секрет, что в удивительных стал перед собой, наверное, максимальную задачу по поводу этого чемпионата. Но по ходу чемпионата с этим огромным количеством игр и этим календарем появлялись сомнения, наверное, по поводу чемпионства. Опять же, никто не ожидал, что Донецк будет настолько сильный, никто не ожидал, что будет такая сильная гаверла. И чемпионат, как бы, в чемпионате было много довольно-таки равных команд, и было довольно-таки много сенсаций. Любая команда могла из нижней турнирной таблицы обыграть в верхней части турнира таблицы. То есть, ну, как бы, немножко непредсказуемо это было. Но в итоге, как бы, мы выиграли. Я вам честно скажу, что даже по ходу вот серии в Донецком после первой игры я как-то поверил в то, что действительно мы сильнее. И когда мы приехали, проиграли вторую игру, потом приехали, проиграли здесь, опять же, были сомнения большие по поводу нашего чемпионства. Мы уже как-то из-за, может быть, усталости, мы уже не показывали ту игру, которую мы показывали в середине чемпионата, в том же Еврокубке, когда мы довольно-таки неплохо выступали, у нас была очень хорошая командная игра. Но в итоге мы выиграли это чемпионство. Очень приятно, что мы выиграли это в Донецке, у Донецка, как бы, седьмой матч. Это тоже непредсказуемо было, но это очень много радости нам на данный момент принесло. Вот, очень приятно, все счастливые, довольные, даже те, кто, наверное, не верил, тоже очень рады. Я слышал о назначении нового тренера сборной, но пока что меня никто туда не вызывал, я не знаю, как бы. На данный момент у меня еще есть несколько там планов, по которым я не могу сейчас прекратить тренировки. Мне нужно еще как минимум две недели там поработать, и в этом сезоне у меня были небольшие проблемы со здоровьем. Не то чтобы небольшие, но были проблемы. Мне нужно, как бы, восстановиться и вылечить, потому что они мне действительно мешали. Это было вот в середине сезона, получается, в январе у меня была проблема с пяткой. Сейчас под конец у меня вот для последних две недели буквально я доигрывал уже на обезболивающих, потому что, ну, понимал, что осталось совсем чуть-чуть, нужно это терпеть, как бы, и не зря. И сейчас у меня главная моя задача – это привести свое здоровье в порядок. Назначение тренера не знаю, много мнений по этому поводу. Опять же, я, как бы, за NBA никогда не следил, я не знаю, кто такой Майк Фрателло, но по отзывам других людей, которые разбираются, говорят, что это очень хороший специалист. Опять же, он работал с Александром Анатольевичем Волковым, который его знает. Я думаю, что это большой шаг, на который бы просто так не пошли люди, не стали бы звать тренера, это, как бы, кота в мешке. Они, наверное, знали, на что он способен, его возможности, и пригласили, наверное, хорошего специалиста. А дальше будет видно. Опять же, я надеюсь, что меня вызовут, и мы там посмотрим уже. Стараюсь играть более агрессивно в защите, иногда просто сил не хватает на нападение, может быть. Но я думаю, что в этой серии получилось и то, и то, и помог и там, и там, на всех фронтах. Но я верил, я знал, что у нас будет два основных конкурента, Донецк и Азамаш. И, как бы, было проще, потому что Азамаш раньше вылетел, играли в сферу полуфинали, и остался один основной конкурент, Донецк, которым играли в финале. Не знаю, мне кажется, мы сыграли более командно и бились на обоих счетах, на обоих половинах площадки за подбор, за любое. Мы противостояли каждому братку соперника, и это поэтому мы сыграли в бою. Но телефон, к сожалению, оставил в гостинице, поэтому первыми принял поздравления сразу же на площадке, когда куча мала образовалась в центре поля. Я считаю, это были первые поздравления. Ну и потом каждый игрок подходил, каждому поздравлял. Потом уже по телефону меня поздравили мои родные, близкие, друзья. Ну хочется отстоять титул, говорят, завоевать титул, вернее, отстоять титул тяжелее, чем его завоевать, да? Вот хочется отстоять этот титул. Ну хотелось бы получить вызов, тем более, что это будет чемпионат Европы, и попробовать свои силы в противостоянии с лучшими игроками Европы, это всегда престижно.